За это тоже огромное, огромное спасибо, потому что как бы вы читаете, да, вы читаете. А кто же читает вас? И вы же, Владимир, или вы? Я читаю, и дети мои читают. Ну, дети, я понимаю, а сколько лет им? 25-28, но я вырастила читателями. Ну, они нашли, что они не прочитали до 16 лет? Конечно, нашли. Нашли, да? У меня дочь в 28 лет прочитала, молодую бабу за дочь. Она в школе лично школа закончилась, без армии. Неужели? А, и читалось интересно, да? Я читала во втором классе, прекрасно помню, в саду, и с огромного интересного. Во втором классе, очень хорошо помню. Первая моя толстая клина, первая была «Таинство острова». И я читала, что она же кончится. Я пыталась, что она читала, что она читала, что она читала. Знаете, когда сегодняшний день, от них, от них, от них, 6+, 12+, но это же идиотство. Один ребёнок читает, что мама мыла раму, а другой бежиттайсток. Все же самые совершенно разные. Как можно писать это, идиотство это? Это уравниловка, понимаете? Это значит, не смейте, да? А я здесь в видео написала. Нет, нет. Которые читать рано. Только надо было приписать исключением тех, которые надо читать никогда. Я предполагаю, что рамзолотая порта, которые писали, снимают. Я рекомендую только те, которые могут прощать обязательно. Нет книг, которые читать рано. Я в этом глубоко оба считаю. Чат, вперёд, кричит. Я сейчас написала. Я в блоге такие, я говорю, печатаю, что я не делаю, печатаю, а вывешиваю. Это под общим названием «Хотите научиться думать». Сегодня уже вроде в 17-е ночи вывешу. И вот там я пишу, что такого, если человек 8 лет взял Анну Корею, вылезнал, знает, что все это читают там взрослые, какая скучная, отложил. Всё. Что, говорю, его убыло, он подержал её в руках. Остыднюю. Только он его убыло, он узнал, что есть такая книга. Прошли годы, он сам будет смеяться над тем, что он не хочет. Вот и всё. И он ему показал скучно, он отложил, он не стал хуже от этого. Поэтому, чем раньше классику возьмут в руки, полистаем и отложим. Ну, да, что это, дышка есть. Для этого она должна стоять дома на полке. Она дома должна стоять, на полке. Потому что сейчас заходишь в квартиру, ни у кого нет библиотеки. Ни у кого. Ну, как это может быть? Это не в тех квартирах. Вы, наверное, в другую среду посещаете. Я сейчас говорю. Есть, но это всегда было, имеется в виду. Я занималась последние два года своей работой в библиотеке Ленина. Я занималась, я работала в секторе книги чтения. Мы изучали массовые библиотеки домашние. Последние просто годы так получилось. До этого 13-й подняли руку, все потом подняли. Интересно. Там лучшие социологи работали. Лёва Кутков, который сейчас руководит Криватный Центр. Клубин, скончавшийся, царство ревестра, вечный покой. И, значит, директор исторической библиотеки Биши Афанаси в нашей комнате засидел. Мы занимались все вместе вот этими библиотеками. Очень было интересно. И вот там-то мы уже встречались с этим, что у людей нет книг в квартире. Это был, знаете, в 80-е, 81-е годы. Ну вот и сейчас, говорится, был путешествие. Говорят, сейчас, в советское время тоже нельзя сказать, что у людей нет книг в квартире. Это исключение. Это сейчас кажется, как и были перистые и пушистые облака. Ну тогда и книг было меньше, и достать им было сложнее. В очереди есть. Да. Да. За макулатуру. За макулатуру, да. Да. Дима, мое время началось уже, да? Да, да, да. Сейчас, скажи мне. Сколько там, Ордовна? А четвертая книга будет, вот, чтение? Да пока сама не знаю, что делать. Потому что я пишу сейчас секретную книгу. Никого не говорю, поскольку, если начну говорить, а я уже дописываю ее, то прежде чем издадут, из дома компьютеры заберут по нынешнему обиходу вместе с книгой. Понятно, да? Я уже давно сказала, на 4 года, на 44 года я себе уже заработала. Сейчас иду. Главное сразу в блок подкладываю. Ну да. Сейчас иду сразу. Я уже движусь к 10 годам. На 4 я уже писала. Мы всегда с Сашей говорим, не одну секунду не хотели уезжать. За 300 нельзя? Только провожали всех. Не одну секунду не хотели уезжать. Все в том, что всех понимали, что тут маразм такой. Но даже секунды нет, поскольку надо было... А куда стоит, простите? Ой, Господи, кто проехал, как я? А вот тут нет моего сотоварища, младшего афганца. Вы ее отсюда взяли, да? Да, отсюда. Да, да. Я вам новую. Несколько лет 7 назад проехали по машине от Владивостока до Москвы. От 18-ти города вы поселкам месяц ехали, останавливаться по Татьянецам. Вот кто проехал страну, тот понимает, что просто глупо говорить, как говорят, страна безнадежная. Пакетик, конечно. Там, значит, понимаете, когда ты едешь и видишь эти потрясающие просторы и красоты, и необъятные совершенно... Это совершенно и весь система необычайно болезненная чувство, потому что мы ехали от Благовещенского Читы, но я не говорю, что открыл за 2 месяца до этого федеральную трассу президент. Деночка, перед эту трассу нет. Это обнаружено. Круток. Два колеса, ребята, два колеса меняли за полторы тысячи километров, две камеры клеили. Последние 20 километров, без чина-монтажа и без запаски ехали. Но фу-фу. Пакетик. Вот. Но. И вот все это время мы не встретили... Вы сейчас сразу поймете, вот нужен нам Крэп-галюет. Мы не встретили на просторах Прямурия, Приморья и Восточной Смирии ни живой души, ни одному дольку. Я никак не поймала. А как это бывает? Так, извините. Ну, посмотрите. Нет, причем дело в других странах не бывает, извините. Вот, я говорю, если мы ее не заселили, то вот тут и в Тенев сейчас ходила, и в Тенев, я очень люблю, если нет такой, последний, что мы пройдем проток, своими собаками, Синьорка там и так далее, пройдем по Кёльну, по площадям, а последние две строки яма, что есть, которая проехала в Владивосток, как я вам сейчас говорю. Нам такой, ну, чужой земли не надо, нам свою-то некуда девать. Вот это я видела своими глазами. В прямом смысле, дай Бог освоить свою. И мы схватили за это, и хочу понять больше, что у нас огромные просторы, на которые можно, не только с Андреем Осином, этим моим разведчиком авганцем повторять, боже мой, как могли бы жить лучше всех в мире. Все есть. У меня, моя задача, я считаю, моя вот эта книга очень недооценена. Я буду его пиаром сейчас заниматься, потому что, я считаю, мы научными своими книгами, пиаром, секунды не занимались. Когда нам говорили, кто-то пишет лицейки, мы с Сашей говорили, она к нам не относится, пишите там или что, кому надо прощать. А это я специально отвлекалась от своей любимой профессии и сугубо просветительских целей. Поэтому, я считаю, что про нее нужно... Первое. Один инсидент написал, что у нее две критикессы с ума сходили. А ненависти к этой книге не знаю за что. Но у меня женщины, почему-то, конечно, не очень сложно относится. Не все, конечно. Не могу понять, что тут завидовать. Я не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Мужчины нормальные как-то, а женщины с ума сходят. Две критикессы. Они были хорошие, нормальные критикессы. Я виновата. Я свела их с ума. Честно. Ну, например, написали. Я в этой медляборусах упомянула, что я не читала Джанейн. Может быть, вы когда читали, заметили. Я не читала. Теперь уже поздно. Поэтому я... Ну, я уже... Потому что дочка ко мне пристала. Дочка наша, выпускница Романа Германского, наша, где-то. Она писает по-французски, по-италински. По-французски надо. Мама, как? Ты не будешь писать Джанейн? А Джанейн? Я говорю, да, знаешь, я не читала. Мама, ты прочитай. На что я ей серьезно сказала и отразила это честно. Знаешь, Маша, что я тебе сказать? Уже не сядут читать. Я знаю, что держали, кажется. Как я за поезд ушел. Как же так, мама? Я ее в школе читала, читала два или три раза. И тоже я это отразила, этот диалог. А я ей... Вот ты и напиши, сказала. Я находчивая. Она была очень хорошей пилологом и хороший диплом. Она написала очень хорошую, она же, наверное, о любимой своей книге. Значит, эти две критики, задайте я вас поспешу. Я действительно сажу людей в школе. Одна из них. Я всегда закупаю, кто молдавская, по ряде, на писании. Что нечем тут хвалиться. Я не считала. Я не хвалюсь, я хвалю факты. Я сама пишу, до 16 лет не прочитала все. Вот для меня поезд ушел. Я не могу в ЖНР читать. У меня такие вещи научные не прочитаны. Я не сяду в ЖНР читать. Все кончено. Хотя я ее знаю в задержании и все такое. А вот эта несчастная критикеза пишет. Вы сейчас сразу поймете, что ее лучше сочувствуют. Я виновата, что сверла ее с вами. Таким путем не знаю. Сейчас поймете по тексту. Если Чудакова не читала ЖНР, она не может понимать мировой литератур. Дальше. Две страницы, ребята, перечня, чего я не могу понимать. Фамилия. Но самое главное конец, который оставил сомнение. Здравоумея. Виновата я. Включая Гарри Поттера. Но я его поняла, мне кажется. Я его очень люблю. Три тома прочитала, потом четвертую не читала, а пятую взяла, потому что он предрекция Кобушева. А там, где редакция лучшего, там со мной работает в моем институте, где я там работаю, то есть самая института, но Голышев лучший переводчик с английского в стране. И, конечно, под его редакцией засиял текст совершенно. Так вот. Хочу хвалиться. Но там не есть удовольствие. И где они это все приходили. Один резидент, который же мальчик, написал, а это Голышев. Он же по-анжайски, а на Россию. Потому что, вот мой бойцент Павлович, он из Сибири мальчик был, и он говорит, когда я на прием, я еще начала это писать, тебе будут очень благодарны, ребята живущие далеко, что ты описываешь... Мы очень обижались, что все действия детских книг происходят в детстве, в Москве и в Ленинграде. А ты описываешь всю страну. Он говорит, это особый твой плюс. Я описываю, как моя героиня ездит на машине, по парашюту, по которому я проехала до этого, с Уссей Малканцева, три раза, здесь в Комбасе. От Москвы до города Алтая. Поэтому здесь все с натуры. Я описываю действительно страну. Я хотела, чтобы помимо волшебных стран, дети знали свою страну, огромную Россию. Я без громких слов о патриотизме, знаете. Есть одни, которые любят говорить в патриотизме, а другие просто любят, как родных. И вот здесь, поэтому я даже где-то написала перед ней, единственная такая, может, сентиментальная фраза, перед ней открывались, перед жюри, это такие просторы ее страны. Действительно, когда едешь на машине, это абсолютно другое дело, чем на поезде. Открывается перед другой стороны. Это первое, вот что я считаю, чем важно. Здесь Омск, Урал, масса всего описанного с натурой. А москвичи, некоторые, извиняюсь, до 40-50 лет этого не знали. А я детям открываю. Это первое. Второе. Единственная книга для подростков, где, извините, рассказано о Холокосте. У нас это почему-то не принято. Во всем мире все знают, но нас ничего не знают. У меня мальчик, горноалтайский, создает домашний музей Раули Валенберг. Как я это решила? Когда я у студентов своих четвертого курса в литер-институте спросила года четыре или пять назад, перед тем, как в втором том году писала, вы знаете имя Раули Валенберг? А у меня очень умные студенты. Там делятся курсы, ко мне тут прям самые умные. Не знали. Это маразм, понимаете? Весь мир знает. Мы его убили и не знаем. Это государственная политика. Если подкинули свиную голову к театру Табакова, о чем говорить? Какое главное? Я никогда не признаю слова о чем говорить. Вот обо всем и говорить. Я здесь живу. Это не их страна, а моя. Вот именно говорить. Чем больше подкидывают, тем больше говорить. Поэтому и он москвички. Я столько мучилась с этими главными, потому что он, девочки-москвички, моей героини, рассказывает про Валенберг, про Аль-Алакост. Мне надо было найти такие слова, чтобы это не было занудно. Поэтому я очень много тут мучилась над этим. И говорят, что... В общем, несколько глав посвящено, извините, Аль-Алакосту. У Раули Валенберга, ведь он пригласил на обед Эйхмана, главного деятеля уничтожения евреев, Вингрей, уже идет конец 44-х годов, а Эйхман продолжает по свинцам поезда отправлять. Ну вообще, Рауль такой герой, которому просто считается, что он спас. Ну точно, никто не может почитать по штуку, но считается, что подходит число к 100 тысячам за год он единолично спас. И как можно не знать такого героя? И вот он, я разка, там, это цитирую. К счастью, вышла детская книжка «Шведа», перевод Шведа одного, и я могла поэтому цитировать, и, как бы, операции здесь про него пишу. Это очень важно. И он говорит Эйхману, как же так, ведь Германия войну проиграла. Что же, может быть, вам надо остановиться? Да, но не войну с евреями, ответил Эйхман. Это реальный разговор. Вот, он говорит, ну как там, кто-то не в контактах будет. Это моё мнение. Вы посмотрите, какие страшные народные сказки. Именно детей учились и страдали. Совершенно правильно. А эти хотят... Вы знаете, что сейчас мне надо читать до 12 лет, да? Я много об этом написала. Я говорю, троечники... Я троечников всегда узнаю по почерцу. Всегда. Я в школе преподавала... Троечники устанавливают там, когда что читать. До 12 лет нельзя читать. Читаю новочку, и сейчас что-то, я не знаю. У меня вот эти свои книги написала. Я... У наших акселераторов в 15 лет уже усики пробиваю. Если я увижу парня 15-летнего, который сидит вверх и читает девушку, и он мне подтвердит, что на этом уронит ее душу, я буду думать, как обследовать семью в каком-нибудь хорошем врача. Додуматься надо и до этого. Вот я провожу викторины по всей стране с детьми, с козиками. Длить в викторину, уснуть за 25 минут. Сидят в библиотекаре, потом я с библиотекарями беседую. Сначала школьники. Они сидят в библиотекаре, открыт рот. Слушай, это очень интересно. Они мне говорят, вы работаете со школьниками, как диджей. Они не знают, как я работаю, но с детьми по-другому не знают, как заводить их. Они тогда не будут откликаться, и у меня само получается. Ну ладно. И его? Я им говорю. У меня такой один из коронных вопросов, сколько сказок там все классы. От первого до 11. Сколько стихотворных сказок написал в кушке? Кто какой-то не говорите мне, что вы еще в школе не проходили. Я согласен. Эти сказки вам родители должны прочесть до школы. Поэтому говорить, что до 12 лет сказка, которая создана, она чем-то не такая, не что-то там такое, насилие какое-то и прочее, даже читать не хочу. Что они там объясняют? Ну, абсолютно люди посредственные. Ну, вот такие. Значит, это второе. Третье. Мне сделала потрясающий комплимент. И экс-член нашего Крисомуса, умнейший юрист и порядочнейший человек, Тамара Георгиевна Марщукова. Она прочиталась этой темой и сказала мне, а вердикт вынесла свой. Мария Тамановна, вы единственная в стране, кто занимается правовым просвещением подростков. Потому что я не выпускала, я 7 лет была в комиссии по помилю, заседала каждую неделю, мы заседали, в году 6. И перед вами человек, который прочел за 7 лет не сотни, не тысячи, а не самой страшных предносителей. Десятки тысяч приговоров. Это будет страшно говорить. То есть про преступность в России я знаю все. Поэтому здесь все не развесится, плюква, а очень фундировано все совершенно. Здесь не может быть. Также тут убийства, суды, их ловят, судебная процедура, суд присяжных. Суд присяжных, спросите у кого-нибудь. Я задавала вопрос. Далеко не все знают, почему присяжные. Вот вас спрашиваю. Суд присяжных. Почему присяжные? Ну, 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 а дальше то что? Ну, как они присягают? Судить... Нет, как присягают, технология, процедура какая? Ну, вам, да, они присягали судить... Не надо, нет, у нас. Ну, давайте, говори. Значит, поняли? Вы себе должны мою книжку покупать. Судья читает текст присяги, слух, он у меня здесь приведен. И он читает кусок, они говорят, клянусь. Дальше читают, клянусь. Таким способом они присягают все присяжные, потому они присяжные. Вот теперь будете знать. Понятно? В этой книге. Нет. Вот. И потом у меня мальчик, который присутствует в этом суде, там ему лет 10, он идет домой и перед зеркалом изображает. Клянусь, ему это страшно понравилось, и он решил, обязательно будет присяжным и прочее. Ну, вот это все важные вещи, я считаю. Разве нет? Самое страшное. Вот это насыщено всем этим. Потом очень много по-русскому язык там хмут. Не отдельно, а спором. Там, сейчас открою. Я решила. Ехала. Буду пиарить эту книгу. Я считаю, она недооценена. Нисколько не стесняюсь говорить. А вы считаете, похвальбушка? Нет. Я же за это вообще... Понимаете, я не похвальбушка, потому что не отвлекалась от своей любимой науки, чтобы написать полезную для детей книгу. Так почему же я не могу ее раскрывать вам о чем-то, чтобы вы знали? А вы знаете, что я с Леной Кабыш говорила, что книга – это как ребенок. Кабыш? Да. Ну, она моя студентка. Да. Она говорила, что книга – это как ребенок. Мало родить, еще надо... Нет, я сейчас... Я никогда бы не говорила ни слова про свои научники. Ну, это да. Они сами говорят за себя, а это, вроде бы, люди не знают. Сколько она стоит в... Что есть? Что стоит? Да, что они типа смотрят. Мне там страшно, сколько эта книга стоит. Потому что здесь очень много. Алиси Радуэль, а русская книга – есть тут тело. Там говорится не олящая. Вот у нас люди не умеют себя хвалить. У нас люди не умеют хвалить то, что делают. Да, может, это хорошо, в принципе, потому что на Западе это все... Очень много, для меня, много, для того, чтобы кто-то сам сказать о себе. Конечно. А мы это не умеем, конечно. Ведь это не себе человек хвалит, а то, что не... Кромный старший, я считаю, это хорошая вещь. Ну, правда, мой старший брат очень интересный человек. А тут, по-моему, очень милый специалист, по-моему, он всегда посмеялся, говорит, что кровность урожает человека. Нет, ну, если бы... Когда человек несет какой-то месседж своими книгами, то кровность, в общем-то, защищает свои идеи. Вы ученики 5-го, 6-го класса не знают, не знают. Вы знаете, Игорь Волгин говорит, что просто хочется уйти из Литинститута, из Журфака. Приходят такие дети, в которых невозможно уже ничего получить. Школа просто изуродовала. Это действительно... Это в Литинституте? И в Литинституте... У меня в такие прекрасные... А, нет, Журфак, Журфак. Нет, 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 Журфак. Посмотрите, дальше я прочитаю, вам нашла. Я про русский язык. У меня здесь Том Мэрхи действует, герой, который наполовину американский. Русский у него бесподвязь, связь с жирно-внимателем. И это... С американцем они поженили, все честь честью, но... То есть когда он не захотел бы их с вами выполнить, здесь он не будет. И значит, что потом приедет к тому же бывший чек. И вот, а есть у меня бывший сканхет. Микрофон, микрофон. Который... Давайте я буду держать, а вы будете говорить. Будь, здорово, будь, да, я попробую, да. Бывший сканхет. Но домой тоже издевались с кинекесами. Это все... Нет, не может быть бывший. Нет, не может быть бывший. Я думаю, с себя не верю. Он шпилианс, и они имелوا право работать в комиссии по поведению. Уважаемый господин Денисов. Вот. Сейчас скажу. И вот этот том. Денисовичный спор с этим сканхетом. Тот очень неначитанный. А его, конечно, как американцев так бы не любят, понятно. А почему ты так не любишь родной язык? Попрошал том Дениса. Мы езжать. Он говорит, мы езжать там. Такого слова в вашем блатном значении в великом русском языке нет. Пояснял он, доводя с кином до белого коленя. А что, лучше иностранщиной язык засаривать? Кричал Денис. Говорить, а не кричать он почти не умел. А что ты называешь иностранщиной? Спрашивал том. Ну, понятно, что не русские слова. А какие слова русские? Изо всех сил сдерживаясь, хотелось тут же дать Тому по шее, чтобы он лучше прочувствовал проблему. Денис начинал перечислять. Ну, там, лошадь, штаны, например, оба тюркские, беспощадно сообщал том. От татар остались. Еще. Ну, хлеб, изба. Из древних германцев объявлял том. Чего, от немцев, что ли? Ну, если хочешь, от немцев. Если точнее, от их далеких предков, древних германцев, позаимствовали наши древние предки, то есть древние славяне. Тебя послушать у нас своих слов вообще нет. Ну, вот чего же, смотря что считать своим. Для меня, например, и хлеб, и абажур, свои слова. А абажур-то что? Ну, французского, конечно, происхождения. Ты в школе какой язык изучаешь? Французский, с отвращением, сказал Денис. Ну и дальше он ему вот это все объясняет. То есть у меня прошитая книга таким, что дети узнают ненавязчиво, что называется, понимаете? И про литературу также. Я сохранила имя и фамилию одного своего студента. Он потом мне так писал, что его прямо затразнили, говорит, ты же отражен в книге. Потому что у меня был студент из Бурманска, поэт Иван Гессонов. Я его обожала, потому что я читаю лекцию и читаю какую-нибудь строчку поэта, неважно, из 19-го, 20-го века, Тютчева или Ходосевича, по ходу дела. А он сидит, строчку я прочитала, и на своем месте читает целиком все стихотворение. Я таяла, понятно? Вот. И я здесь такого изобразила мальчика, который знает поизусть Евгения Нигина. Я в восьмом классе выучила восемь глав Евгения Нигина. Почему человек не может выучить? Я сейчас хочу все время какую-то школу распропагандировать словесниками. Вот я сейчас скажу еще несколько слов для словесников, чтобы кто-нибудь стал пионером в этом деле, что диплом дается в данной школе только, когда человек знает наизусть одну главу Евгения Нигина. Любую. Ну, это норма, поверьте мне. Это нормально. Если я в восемь глав учила, в восьмом классе, почему человек не может в десятом одиннадцатом особо главу выучить? Это очень важно. А то ведь все только одни разговоры, как мы любим все это, как мы любим Пушкина. У меня коронные вопросы на моих... То есть я первый вопрос, который начинаю в викторину. Очень простой. Как звали капитанскую точку? Всеобщее замешательство, но не было случая, чтобы... Я говорю, мне только надо не так там. Имя или фамилию. Мне нужно имя, отчество, фамилию полностью. И вот к чести, должна сказать, всегда, всегда кто-то ответит. Сейчас я вернулась из села Константиново Есенинского. Мы туда ездили, чтобы забрать моего приятеля, который был сначала на конференции в Ясной Поляне, конференции переводчиков, а потом их отвезли туда. Лучший словист Франции. Он в Саргоннерах возил словистик, и сейчас на пенсии, Мишелю Кузюрьеву. Выпустил книжку о Пастернаке. Сейчас буду стараться, чтобы здесь ее перевели и издали. Замечательные книги. Ну вот, мы за ним туда поехали. Он хотел раньше уехать, а остальные там остальные. Я, конечно, не просто так поехала, а провела там лекторину, книги привезла в это село. И опять, вот как всегда, вы знаете, вот наше наблюдение с моим младшим другом, разведчиком, как это? Войсковая разведка, так я его называю. Ну, войсковая разведка. А, разведчик в Афганистане. Да, командир отделения разведрота Александра полка. Я говорю, какая бы ни была война, а личное мужество, оно всегда является достоинством. Вы согласны со мной, нет? Наверное. Ну, если он... У него из семи бойцов трое на его глазах погибли. Одного он вытащил из-под пули, руку потерял, но живой до сих пор как из Петербурга живет. Я считаю, это такая, ну, заслуга. 19 лет, когда он, по-моему, я ему очень как-то ценю это. Вот. Ну, и у него что-то от этого сохранилось. Я всегда надеюсь на него, что он все на всем следит и все такое, так сказать, ну, как, следи за ситуацией. Ну, вот. И мы всегда с ним восхищаемся. Это у нас общий мир. В селе... Хотите меня сейчас керетро, кем угодно. В селе дети более мальчатые. Всегда есть парень великовозрастный с виду. То есть он... Его возраст, он высокий. Насильских хлебаток. Который все почти знает. Страшно меняет. Обязательно. Вот сидя, ну, у нас вот... В мае-вектории человек 14-15. Посмотреть, что здесь. Вот тут вот много чего можно сказать. Закажем вопрос. Пожалуйста, смотри. Вот. Такое. Ну, а потом, когда приехали в Москву, вот это Мишель и Кутериньев, они говорят, да, я вам забыл сказать. Пока вы там ходили, я задал вопрос им всем. Они там от 5-го до 10-го класса сидели. Кем вы хотите быть? Два ответа. Бои человек ответили, мальчишка, который ничего толком ответить не мог, но все время подскакивал, подскакивал. И сакия. И девочка. Девочка бесконечной высоты. Многие начинаются отсюда. Вот такая 8-классница. Ей были в топ-модели только. А он их спросил, мальчик сказал, полицейский. И девочка сказала, я тоже. Он был потрясен, этот приезжай, он был в души. У нас тут это невозможно. Вообще, это заявляешь в госпиталь. А я ему даже не стала инкопентировать. Это подразумевает? Доровые деньги. Больше ничего. А что еще? Возможно, они дальше не видят вообще. Это максимум, что видно у них. Это интересно. Это еще и безопасность. Ведь сейчас вот пройдет закон, можно стрелять по-любому. Они будут с теми, кто стреляет, чем... Вот они выбирают быть с теми, кто может открывать стрельбу на поражение, а не с теми, в кого будут стрелять. Скажите, ну, девушка восьмиклассница, красивая, высокая, она бы должна сказать, что я хочу быть топ-моделью. Вам не кажется? А что такое сейчас топ-модель? Ну, а полицейская, что такое девушка? Ну, какая-то романтика тоже своеобразная бывает. Не верю. Вы знаете, поскольку настолько про коррупцию известно, так много... Раньше неизвестно было. Другое дело. Закрыто было. Они могут не знать, где же это. После 10 лет. Они же не сказали, мы хотим там бороться с коррупцией. Нет. Просто быть полицейским. Не мне ответили мух. Я говорю вам просто, рисую картинку, что парижанин был потрясен. У нас, говорит, это у школьников невозможно. Такое ответили. Может быть, если бы он пошел в школу, где учатся, выходцы из Марокко, он туда просто не ходит. Это неплохо сказано. Вы не хотите ему сказать, что мы приблизились к Марокко? Может быть, гораздо меньше. Это очень печально. Если Россия... Я только что вам рассказывала, вы, видимо, не придали значения, что в деревне дети более начитанные, чем в городе. Почему вы так плохо о марокканцах думаете? Я о марокканцах плохо не думаю. Это вы думаете плохо о России. Нет, нет, нет. Марокканцы наизусть знают корон, а это все-таки книга. Они посмотрели полицейскую академию, и им понравилось. Мальчику кем хочет жить, и тут сказали от меня никем не подсчет. Теперь вот, я скажу вам, потрясающе, совершенно мне принесли из другого фонда, из другой, как его назвать, витрины, или что? Снэк. Человеку, 88 лет, он руководит литературным обществом в нашей жизни, историкой театурной. И пускай мы с ним, я пишу, контакты, которые я говорю. Очень много людей как ГУЛАГи лучшие образцы, задачи так называемые, лучшие образцы просто и мемуары по ГУЛАГам. Вот, вот, что эти образцы нам принесли нарушение. 36 человек, и здесь человек, и здесь, давайте будет 100 рублей, все удовольствие. Я не могла оторваться. У него был отец, охранник сначала, потом это, и он был порядочный человек. И он из разговоров, он мучился, потом он был советником полиции в ГДР. Вот, посмотрите. Я, сын записывал, мой рассказ записал, и стал в такой маленькой книге, называется «Пока я помню». Меня, знаете, просто поразила эта книга, как вот человек вынужден был там работать, и много очень чего знал, и вот он маленькая такая книжка. Вот я бы вам советовала взять, да и купить 100 рублей. Дим, вы знаете, вот у нас стенды возвращения, в прошлое годы, если не полпился народ, сейчас не короче, сейчас эта свечка напоминает всего обычной дыр. Просто люди... во что хотите обязательно доказать, как всё будет. Я такой, такой. У меня... Я очень крезво смотрю, но я не хочу, я хочу преодолевать этот стенд. Вы знаете, я это слышу каждый день, читаю в фейсбуке с утра до ночи, что, да, всё, окончаем. Так, подсмотрись, если кто захочет, вы два, если купите, да, вот здесь специально пришёл человек. Настал момент автограф-сессии. Если вы хотите, да, подписать книги, то самое время. Именно сейчас. Мы летом можем не того, как сейчас. Я даже не мечтала, что это может быть. Спасибо.